Место встречи для обсуждения новой стратегии выбрали не случайно, где еще говорить о спорте и физкультуре, как не в спортивном городке. Здесь еще на входе перед комплексом тренировочных залов чувствуется настрой предстоящего разговора. Краснодарские воркаутеры показывают мастер-класс. Такая уличная гимнастика на турниках сегодня одно из любимых занятий молодежи, рассказывают спортсмены Вениамину Кондратьеву. Ребята есть, которые занимаются этим, не хватает именно инфраструктуры, вот именно такого плана, то есть чтобы было разнообразие снарядов, не просят турник, брусья, шведская стенка и все, то что в принципе есть в каждом дворе и в ужасном состоянии находится практически везде. А именно вот такая площадка, которая привлекает своим видом и человеку просто хочется подойти попробовать. Поэтому мы ориентируемся в первую очередь на вас, то есть нам важно понимать, куда пойдете вы. Если эти воркауты будут стоять в парках, на пленых площадках, значит они должны быть максимально в окружении ребят. Популярность воркаут получила за свои доступности. Именно таким должен быть весь спорт, призывает Кондратьев на совещание, на которое собрались около тысячи человек, от краевых министров и глав муниципалитетов до тренеров небольших спортшкол. Доступный для всех спорт – это главный пункт обсуждаемой стратегии. А сегодня для этого не хватает ни площадок, ни секций в школах, констатирует глава Кубани. Вместе с тем не хватает энтузиазма у тех, кто прививает эту любовь к спорту. А если не нравится этим заниматься, по любым причинам оставьте. Не берите грех на душу и ответственность за завтрашний день. И малой родины, и большой, и в целом поколений. Потому что труд, в том числе и воспитание физической культуры, это даже жить с этими детьми, с этими мальчишками и девчонками по-иному не получается. Да, сегодня мы говорим про воркаут, скейтборды и иные виды спорта, сегодня востребованные молодежью. Но я вам больше скажу, они другого не знают. Потому что они выросли вне спортивных секций, многочисленных спортивных секций. Они выросли вне тренеров, потому что они сами по себе растут. А сегодня надо говорить, что тренеры, которые сегодня признаны во всем крае, они уже как динозавры. И заметьте, замены им пока нет. Не менее остро стоит проблема с кадровым голодом. В 14 районах вообще не существует понятия инструкторы по спорту. А в некоторых сельских администрациях зам и глав, ответственные за физкультуру, порой совмещают несовместимые. Вот представьте себе, специалист по спорту и торгам Чебаркульское сельское поселение. Следующее, по спорту, работе молодежью и сельскому хозяйству. Шедовское сельское поселение Мостовского района. Вообще супер. По спорту, работе с молодежью, по архитектуре и градостроительству. Здорово. Баговское сельское поселение Мостовского района. Там, конечно, крупные универсалы в этом деле. За 9 лет в крае возвели почти 4 десятка спортивных комплексов, 20 бассейнов, 8 ледовых дворцов. Но пока увлекались географией строительства, на второй план ушел другой вопрос. Кто в них будет обучать юных спортсменов, говорит Кондратьев. Мы должны вернуться к тому периоду, когда количество спортивных ружков было так много, что не знало, какой выбрать. То есть, как нам сегодня вернуться к этому? То есть, может быть, на самом деле, ведь без тренерского, преподавательского состава мы никуда не денемся. То есть, мы сейчас предусматриваем новое-новое строительство, а может быть, на начинку лучше сейчас подумать. Может, развернуться на их социально-бытовые условия жизни, и в целом, чтобы молодежь пошла. Как возможно решить эту проблему, глава Кубани интересуется у ректора университета физкультуры. Тот, в свою очередь, заверяет, что уже начали работу по воспитанию молодых тренеров. Второй год мы со всех муниципальных образований получили абитуленты. И я думаю, если не только география развития вот этой материальной базы, но уверен, что ребенок, который проживает там, в Биноково, если он там родился, он получит профессиональное образование, и он поедет и там будет работать. А если еще сельское поселение внимания уделить, так он будет и качественно вести профессиональную свою деятельность. Чтобы сделать спорт доступнее, начинать нужно с малого, считает Кондратьев. Строительство площадок во дворах, установка уличных тренажеров. Но нельзя забывать и об обычных уроках физкультуры в школах. И для этого нужны оборудованные спортзалы, а не аварийные помещения. У нас по-прежнему полсотни спортзалов нуждаются в капитальном ремонте. И это, по сути, только вершина айсберга. То есть дети там не физически не имеют возможности заниматься. Войти в эти спортзалы не могут даже. Потому что если у руководителей муниципалитета не хватает денег иногда, чтобы школу привезти в состоятельный спортзал, почему-то всегда на второе место отходит. Спорт для края сегодня такой же приоритет, как и сельское хозяйство или промышленность, говорит Вениамин Кондратьев. Имена кубанских спортсменов известны за пределами региона и даже страны. Но принимаемая стратегия развития на ближайшие пять лет это не просто погоня за высокими достижениями. Прежде всего, это возможность каждому кубанцу вести здоровый образ жизни, настаивает руководитель края. Я в первую очередь за спорт. И не преследую цель, чтобы мы создавали систему спорта ради спорта высоких достижений. Для меня принципиально спорт ради здоровья нашего поколения, подрастающего. Я за нижнюю планку вот этой пирамиды, потому что она, наверное, самая главная. На ней все стоит. Я все-таки для себя пока не сложил, как нам эту нижнюю ступень, нижнюю планку, основной фундамент пирамиды, сделать прочным. Сделать так, чтобы потом все высокие достижения на нем можно было построить. Я уверен, что для этого нужны будут деньги. Вот на это деньги, я думаю, мы жалеть не будем. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.